Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил снять для вас ролик Как красить водоэмульсионной краской стены Значит, что мы сделали, как мы сделали Делает ремонт мой мастер Значит, как все начиналось Значит, мы взяли багеты, которые были поклеены Это совершенно другая история Ну, в общем, багеты уже поклеены, потолок покрашен На багеты наклеена малярная лента Которая не дает краски залезть на те места, которые не нужны Итак, по порядку начнем Значит, для начала нам надо валик намочить в краске Значит, все это происходит таким образом Макаем валик в краску Точнее, есть специальная, короче, емкость Есть емкость Ванночка такая Она с такими, рифленой с такой поверхностью То есть, там есть отсек, как бы, для краски И потом есть отсек, в котором, ну, вот, валик раскатывается Чтобы краска, как он мне объяснил, равномерным слоем Распределилась по валику И чтобы валик наносил краску равномерно на стены Теперь вот смотрим, вот, фрагмент, как это все происходит Вот, вы увидели, как наносится краска на валик Теперь переходим ко второму этапу данного проекта Начинаем красить стены нашим валиком Который уже правильно намочен На валик нанесена краска А теперь мы эту краску с валика начинаем наносить на стены Смотрим, как происходит нанесение краски на стену Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексея Дубровскому Субтитры Алексея Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому А теперь напоследок нам надо отодрать малярную ленту с наших багетов ленту отрываем аккуратненько, чтобы она не отодрала краску, которая есть на багетах Смотрите, как это делается и как это все происходит. Продолжение следует... Ну что, дорогие друзья, вот я вам показал наглядный пример, как происходит покраска предбанника в белый цвет краской при помощи валика. Также есть там удлинитель, вы можете увидеть. Это такая палка, она на удочку похожа, она раскладывается, удлиняется. То есть можно не использовать табуретки, стремянки и тому подобные вещи. Просто-напросто брать и красить этой палкой и достаем достаточно высоко. Значит, этапы такие, что краска наливается в специальную ванночку, потом раскатывается в специальном пористом отсеке этой ванночки. После этого мы, значит, наносим краску на стену, получаем красивый результат. После этого отдираем болярную ленту и получаем... А что получаем? Получаем красоту. Красоту. Мне очень понравилась его работа. Мастер опытный, качественно делает, то есть никогда у меня с ним нареканий, нареканий к нему не было. То есть он всегда делает качественно. Он делает, знаете как, он делает даже лучше, чем я бы сам себе делал, если бы я хотел сам делать ремонт у себя дома. Поэтому еще такой напутственный совет вам. Перед тем, как нанимать мастеров, лучше спросите, наймите проверенных людей, которые вам сделают качество. Не надо экономить на ремонте. Это глупая затея. Лучше делайте ремонт поэтапно. То есть, допустим, сделали кухню, не хватает денег, подождите. Потому что можно нанять так называемых, я не знаю, как их правильно назвать, утырки. Кстати, утырки мне лайки и ставят здесь на моем канале. У меня есть пару там элементов. Я выкладывал параремонт, вот эти уж утырки. Я потом просто смотрю, кто мне лайк поставил. И как раз вот эти утырки работяги, которые там решили поумничать, они еще смотрят ролик. Я вообще не могу понять, кстати, вот философия небольшая тут добавится. Вообще не могу понять, зачем человеку опытному смотреть ролик, как покрасить. Я вообще этот ролик снял для тех людей, которые просто решили у себя дома снять, точнее, покрасить себе стены. И я для них специально снимаю вот этот ролик, чтобы они увидели, может, получили какую-то информацию, может, внесли свои коррективы. Поэтому этот ролик, скажем так, обучающий, чтобы вы увидели, как работает профессионал, как он должен работать, и чтобы вы вообще немножко познакомились с этим ремонтным движением. С вами был Николай. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду для вас снимать еще много-много полезных роликов. Здесь подписочка, здесь и здесь два новых видеоролика, которые тоже рекомендую посмотреть. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok